МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорожане, желающие принять участие в субботниках 18, 24 и 25 апреля, будут обеспечены инвентарем и мешками для мусора. Кстати, мусор нужно складировать в целлофановые пакеты и оставлять на придорожных газонах, а во дворах – в местах складирования ТБО. После субботника его вывезут на городскую свалку. В эти дни она будет работать дольше – до 9 вечера. 12 апреля 1919 года в СССР проведен первый субботник. Правда, тот самый первый субботник отличался от картины общепринятых. 15 рабочих Московско-Казанской железной дороги в субботу, день нерабочий, отремонтировали три паровоза. Субботник таким, каким привыкли видеть его мы, прошел год спустя, 1 мая 1920-го. Тогда в нем принял участие Ленин. Историки говорят, в людях советской эпохи это рождало дух единения. Год – 2015. Субботник как был, так и остается делом добровольно-принудительным. Так, по данным городской администрации, в этом году в апрельских субботниках из Шкар-Оле примут участие около 10 тысяч человек. Работники бюджетной сферы, студенты, школьники, сотрудники частных организаций, пенсионеры. Кто выходит на городские улицы с метлами и мусорными пакетами по привычке, кто по настоянию руководства, кто по собственному желанию. Так, для всех сотрудников муниципальных организаций из субботника в этом году сделали пятничник. Горожане убирали закрепленную за предприятиями территорию в течение рабочего дня. Все коммунальные службы охватить не могут, потому что, насколько я знаю, техники не всегда хватает. Не всегда у них и времени бывает в достатке, чтобы качественно все прибрать и город привести в порядок. Наш город чистый должен быть, красивый. У нас сейчас, я насколько знаю, туристы приезжают, туристический зон открыт. И надо как-то город в порядок привести, красивым его сделать. Уборку дворов, прилегающих к жилым домам территорий, детских площадок, оставили в этом году на субботний день. И так в течение двух недель. В администрации города говорят, столь масштабной весенней уборки города не было еще с советских времен. Помимо числа участвующих в нем, очистительная компания этого года отличается и обширной материально-технической базой. В администрации Шкаралы закуплено около двух тысяч штук всевозможного инвентаря – грабли, лопаты, метлы. Также предоставляются мешки для мусора и перчатки. Для очистки улиц и тротуаров, а также вывоза мусора задействовано 150 единиц муниципальной техники и около 50 техники, принадлежащей предприятиям города. Кстати, каждая из них график уборки планировала самостоятельно. В эти выходные мы организовали субботник в три этапа. Это сегодня, в пятницу, в 9 часов утра на закрепленных территориях и в три часа на своей территории, которая непосредственно на предприятии. Завтра выходят у нас работники, скажем, обслуживающего персонала, который убирается внутри зданий, цехов, помещений и вокруг уже непосредственно на самой территории. В следующие выходные, я думаю, график примерно будет тоже такой же. Начнем белить деревья, отбеливать бордюры и, скажем так, доводить уже шлифовать. Судя по подъему своих работников, я понял, что этот пережиток, он обретает новую жизнь. И людям не хватает общения. Это корпоративный дух, это единение. Оно, по-моему, никогда себя не изживет. За месяц необходимо убрать и вывести оставшийся снег и лед с проезжей части дорог и тротуаров, эквидировать стихийные свалки, мусора и твердых бытовых отходов, привести в порядок скверы, парки, газоны и дворовые территории, а также восстановить малоархитектурные формы и спортивные площадки во дворах. Впрочем, чтобы сделать город действительно чистым, подключиться к этой работе должен каждый вишкоролинец. Так, подытожим. Первый массовый субботник завершен, впереди еще одни выходные, которые пройдут вишкороле под лозунгом «Все на субботник». В эти дни прием мусора с улиц, тротуаров, газонов, скверов, парков и дворов на городскую свалку будет организован без талонов. 25 апреля всех неравнодушных к своему городу приглашают на уборку от мусора сосновой рощи в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна». Правда, и здесь стоит отметить, что столь массовые городские субботники направлены не только на очистку города и приведение его в достойный вид, но и на сознательность горожан. Утверждать, конечно, не будем, но надеяться можно на то, что человек, убравший мусор с улицы города, впредь задумывается о том, а стоит ли его вновь бросать. Мусор убирали. Вообще все, что лежит, все поднимали, все убирали. Водим порядок, больше ничего. Убирали территорию, подметали, прибирали, все, наводили порядок. Обычная работа, подметали, собирали мусор, убирались. Мели грабили, приводили территорию в порядок. Ну и около дома всегда убираемся, около своего дома, где я живу и на работе каждый год, а как же. Мы же люди-то старой закалки, мы уже привыкли к субботникам. Даже если нет субботника, всегда убираемся. Что, мусор собирали, листву? Уборка территории основной. Мусор убирали. Сейчас нет, не ходим. Бывало, что граблями чистил, да и все. Бывало, газоны граблями прибирала, асфальт подметала, мусор собирали. Подметали, там всякие мусоры сгребали, по контейнерам выкидывали, да там много чего. Чистоту наводили во дворах, на дорогах, делали, глазу приятные. А когда на шашлыки ездим, мы всегда все собираем, тоже как субботник. Да, даже на чужих сразу собираем. Убирали, естественно, дорожки, улицы. Приводили в порядок свой город.